Нет, я переживаю, чтоб тебя не победил. Я люблю приготовляться всегда перед соревнованием. Сегодня у нас спарринг. Спарринги в зале ТОПДОК. Проводит это Денис. Он менеджер. No name promotion. На самом деле здесь в большинстве случаев, наверное, происходит отбор. Короче, 15 минут будет разминка. Она будет общая через весь зал, полный зал. Потом мы поделимся на три части. Здесь будут боксировать новички, у кого нет никаких регалий. И совсем недавно занимаются боксом. Там занимаются разрядники. Все, кто хочет плотно порубиться. В ринге работают профики плюс проспект. Пацаны так попадают, приходя в зал, показывая себя, проявляя. Ну и мы как бы идти сюда заглядываем для того, чтобы, ну, размяться, разогреться. Я по конкурсу, я почувствую, я никого не буду бить. Я работаю аккуратно. Да нет, я переживаю, чтоб тебя не подвезли. Все, брат. Побежали вокруг зала. И сколько? 5,5 часов ехал сюда ради спарринга? Да, своих жалко бить. Поэтому приехали сюда. Да нет, на самом деле шучу. Готовимся. Есть ребята, но просто на самом деле мало. И хочется разнообразить. Да у меня для спаррингов полная защита. Всегда в комплекте две капы. Перчатки 14 умций. Антинокаут. Хорошая прослойка здесь воздушная. И они на самом деле сами все кожаные, очень толстые. Я делаю в них отработки в парах. Все почти. Чтобы они тяжеленькие, вес дают и руки после них летят. Прямо как с килограммовыми гантельками. Бандаж, шлем. Обязательно. Взял с собой мамашечки еще на всякий случай. Чтобы если что потом накинуть. Но сейчас больше кулачка. Поднабиваются кулачки чуть-чуть. Вот видно, что есть синячки. Вот это на этой неделе было много набивки. Бинтуюсь с прокладочками. Специально под косточки. Бинтуюсь обычным винтом. Плюсом использую пластырь. Вот эти штучки накладываю сюда на костяшки. Для того, чтобы кулачку плотность создать. И очень похоже на боксерский тейп. Вот. Сейчас под кулачку дополнительно фиксирую кисть очень сильно. Для того, чтобы не травмировать мелкие мышцы. Мелкие вот эти суставчики, сухожилия. Также ультиматум. Вот. До этого был твинсовский. Вот. Тайский. Был с защитой подбородка. Отошел от него. Потому что, наверное, не столь сильно ощущаются. Да, вот. Слишком закрыто. Как каска. Этот с открытой бородой. Но с закрытыми щеками. Вот эти части попадают на верхнюю челюсть. Борода нижняя. На самом деле, постоянно работают в защиту, в уклон, в оттяжку. И поэтому, практически, очень редко попадают. В основном, защита это больше носовой части. Потому что, я думаю, нос практически у каждого бойца сильно страдает. А что бампером поднимет? Бампер еще сильнее разбивает. Я вот сколько смотрю. Пацаны работают. Все с разбитым носом всегда. Кто с бампером. Потому что все удары снизу. Ты его прям впихиваешь в носопырку. Нос, тюбка разбивается. Лопается вот эта сточевая пластина в нижней части. И постоянно сочится кровь. В этом же, по крайней мере, у меня такой проблемы нет. Нос вообще практически не будет. Не травмируется. Ну что, братва? Мы уже в зале. И готовы к работе. Делаем спарринг. Что будет интересно? Приготовились! Работаем! Примерно все работы знаем. Мы очень сильно имитируем соперников. Хочется чуть выйти из зоны комфорта. И вот эти вот, те наработки, которые делаем, поприменять в спаррингах во время вот именно сложной ситуации. Когда тебе нужно подстраиваться. Когда тебе нужно постоянно искать дистанцию. А когда ты привыкаешь к своим спарринг-партнерам, которые есть дома, тебе довольно-таки, ну, легко включиться в работу. Да. Легко увидеть дырки, моменты для того, чтобы начать обыгрывать, обтаскивать приветствие. Обтаскивать соперника и... Ну, короче, усложняем тренировочный процесс. Ну, сегодня Валера. Мы с ним тренируемся. Он тоже так же готовится к настоящим поединкам. Вот. Мы, наверное, приехали сюда больше подвигаться с другими ребятами. Потому что у себя дома работаем непосредственно вместе. Много отрабатываем, подработок делаем. Вот. Сегодня Шиши с нами. Вот. Вот. И... Он потом отправится к нам домой, в город. И тоже хочет пойти, пройти небольшие тренировочные процессы. Вот. Сегодня хочу с ним подвигаться, посмотреть. Потому что он залетел в топ-дог, разорвал просто публику. Два нокаута в первом раунде. И просто очень взрывной, быстрый пацан чем-то меня напоминает в первом бою с Махмудом. Тоже получилось у меня там повзрываться. И очень крутой и интересный спортсмен. Там не появляется. Балер, уйдем потом. Вот, вот. Две туда надо. А значит тут? Нам все заливает. Всё. Подавливай. Подавливай. Валер, подавлю. Щё. Ещё. Валер, давай, дjemяка. Носерев. Валер, давай, дjemяка. Давай, давай. Шиши на мисс. Сейчас работаете два раунда ближнего боя, стоите плохо, либо вам фронтальный, либо в боевой дне Без разницы, главное не надо вот этого убегания друг от друга Стоите, бьете, два плеча, солнышко, селезенка, печень Как только я говорю смена, у вас есть 3 секунды поменять соперника Нашли, встали и ждете команду Работает, тогда начинайте работать Такие смены будут каждые 20 секунд Работать плечи можно, голову мы не бьем Приготовились, разбились по парам Слушай, а как подбирали вообще соперника, потому что у него боев в лиге нет И пытался найти его какие-то боксерские боевые Он кикер, это кикбоксер На самом деле его знаю, боксировал в 19-м году на чемпионате мира по кикбоксингу Ранее видел его профессиональные выступления, даже до того года, когда дрался на мире И он там боксировал 81 кг в разделе лоу-кик, стал вторым на чемпионате мира И на самом деле я тогда увидел его, пригляделся к нему, начал его еще с того момента отсматривать И смотреть его поединки именно по кикбоксингу Потому что понимал, что когда-то мы можем встретиться, когда поднимусь в весе Этот бой хотели организовать на рейдже Ранее предлагали этот поединок, но что-то там не срослось А сейчас получилось встретиться на кулачке, разберемся, выясним Довольно-таки в рамки слова говорить Так что я знаю свою работу и сделаю все четко Какие вообще с Погодиным-то отношения с Погодиным? С Погодиным? С Адосом будет драться с Денисом С Дэном хорошо общаемся Были на подкасте на проспекте, когда Алимбет делал Я ему предложил, чтобы он приехал как-нибудь к нам в город И может быть мы с ним какие-то видосики позаписывали для нашей аудитории Потому что люди как мне вопросы по нему пишут Также ему, я думаю, задают эти вопросы И сделать что-то совместно будет интересно Я к нему отношусь как хорошему сильному сопернику, как чемпиону Органилиги И сейчас ему предстоит встретиться с Адосом Увидим, как пройдет этот поединок и будем настраиваться на тихий на бою Просто ты уже стольких ребят, они приезжают к тебе на подготовку И я уже потерялся, может быть с кем там тебе уже драться есть Или ты совсем уже перейдешь? Я думаю, с Дэном у нас все равно невыясненный вопрос в плане боя Я тогда снялся, у меня была травма И я думаю, что нам нужно встретиться, разобраться в дальнейшем Как бы увидим, ну и как сведут нас пары И сведет титул в этой организации Передели, шоу, перейди Передели О, бежать Передели Шти О, о Ленький баллой В Валеру там, да? С Валерой я очень хорошо общаюсь Я думаю, что в дальнейшем мы... Ну и я смогу завоевать перстями И уйду, наверное, с титульной гонки И оставлю перстень, и Валера заберет его Я сделаю так, чтобы он добрался до перстня Вышел на претендентский бой, выиграл его И когда я смогу завоевать перстень, я постараюсь сделать так, чтобы он это сделал и стал чемпионом А если у него раньше выпадет шанс подраться за перстень? Ну, всякое может быть у нас в организации Очень бывает все быстро, и парни, как бы, могут залететь яркими поединками Потому что, ну, это зрелищная организация Вот, и увидим Ну и также у меня, на самом деле, всегда меняются по кику Очень много выступлений, очень много предложений И всегда по-разному Приветствую! И всегда по-разному получается То, что, вот, как бы, у меня получилось То, что, прям, после Коваленко Было очень много выступлений И практически мало кто меня, ну, видел в кулачных боях И уже начали возникать вопросы, вернусь ли я или не вернусь Вот, возвращаемся, я хочу вернуться Сейчас, я думаю, что это претендентский бой для меня Увидим, что будет в бою с Адосом и с Денисом Погодиным И с удовольствием встречусь с чемпионом Всем, друзья, спасибо! Мне кажется, сегодня семидесятки, прям, насчет были Кстати, я забыл сказать У нас сегодня в гостях был Влад Тойнов, у которого скоро бой И он болеет на бой, но у которого тоже скоро бой Поэтому... Ну, дальше заниматься, что я не буду Но всем главное, это сразу Спарлинги прошли хорошо, продуктивно Все пацаны характерные, силовые Ну, с кем я, по крайней мере, работал Довольно-таки хорошо технически обучены Двигаются, чувствуют дистанции Не дают подходить, где-то приходится прорываться Все, что ставил перед собой для задач в голове Которые отрабатываем под соперника Все сделал, все отработал Попробовал практически все моменты Которые отрабатывал сейчас на протяжении всех этих месяцев Ну, думаю, что все хорошо Теперь осталось правильно подвестись Сделать все поэтапно Сделаем вес и будем в боевой готовности Слушай, ну, показалось, что такие были Не было ли таких конкурентных сегодня соперников Больше такого общения с контактами Ну, я где-то, да Где-то, ну, пацанам помогал Поговорил, давай, сюда, сюда, сюда Чтобы они комбинировали, не боялись работать Потому что видно было, что где-то кидаешь же Пацаны хавают удары Потом зажимаются Меньше начинается активность Поэтому хочется, чтобы тоже поработали Поработать с Валерой Валер, поработай с ним Поэтому Много тоже не шагай Очень прямолинейно подходишь Тебя видно Маленьким шаганом Мягко двигаешься Пытаюсь быть Одним целым с рингом У меня максимально мягко Тебя быстрее Поработаешь Валер 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 Рекоментированный удар Поэтому приходится постоянно Быть в контроле Быть сосредоточенным И вот это самая главная Наработка на спарринг Постоянный контроль процесса Тренировочного Чтобы Постоянно сопернику было сложно К тебе подойти Неудобно на тебя стартануть И он постоянно не понимал Что Что ты будешь делать Всех приглашаю на Владенсвид ММА Подписывайтесь Смотрите видосики Я буду заглядывать чаще Обещаю И будем приезжать чаще на спарринг И делиться вот таким опытом с ребятами Ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик и подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями. Субтитры сделал DimaTorzok